всех приветствую мои родные любимые сердце мои дорогие христолюбчики братцы и сестры во христе все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого доброго ну пока еще идет такое начало плейлиста первые дни нового 2020 года сегодня 3 января мне день рождения 40 37 лет 10 лет во христе иисусе я вот записываю ролики сейчас и второй уже может еще один запишу в начале этого плейлиста хотел вот такие разные темы поговорить о боге сегодня боге троицы поговорим об отце и сыне святом духе на эту тему есть ролики на канале вы можете вообще найти мой плейлист бог человек иисус христос грех добро и зло время вечность в этом плейлисте я все подобные видео собираю в которых размышляю на эти темы ну и хочется мне опять вкратце сегодня буду вам никакие местописания приводить что-то там показывать доказывать скажу своими простыми словами у кого ляжет на сердце хорошо я не верю ни в какую троицу отца сына святого духа кого я верю я верю в единого бога иисуса христа что это значит все очень просто на самом деле вы знаете все это прошел да если у меня то насчет чем-то убеждать ссылки кидать до православные протестантские учения кто знает кто и такой я не вчера а христе услышал библию в руки получил да все это уже давно прошел поэтому говорю от как раз от большого опыта хотите от большого ума да потому что все нет почитал все это знаю раньше как и многие терзались ничего не понимал это великое богословие премудрое данное только святым отцам ну почему-то простым людям ничего не понятно все эти молитвы отцу отдельно христу отдельно духу святому отдельно но при этом все эти три сущности бога нераздельного не слитного неизменного неразлучного вот цвет конечно хорошо иногда даже красиво сладко написано и спета но вы знаете на сердце никогда не ложилась благодаря как я всегда вам говорю первым книгам первым главам книги бытие о сотворении богом неба и земли и всего мироздания человека для меня все это первые главы книги бытие евангелие сюда можно сегодня книгу откровения действительно при совокупить для меня стало очевидно что бог сотворил одного человека бог не творил никогда мужчину и женщину бог сотворил одного человека это очевидно из писания в этом плейлисте а бог человек вы все это найдете подобные ролики хотите почитайте на канале христа люби блин или писания чтением мои чтения книги бытие там вы все это увидите но естественно сами внимательно почитайте эти главы книги бытие бог творит одного человека по своему образу и подобие человек бесполое существо да в нем есть два начала это в принципе по сути это начало мы придумали ну а если все-таки копнуть глубже то ним и а бог так разделил для никого и познания бытие для опознания совокупности совокупления до двух людей размножение посредством этого совокупления как хотите или любви как называют актом любви занятиями любовью до продолжением рода но человек был один сотворен по образу и подобию бога вы знаете я похож не на какую-то вселенную кто-то верит во вселенную в манизм просто в единое какое-то начало кто-то верит во вселенскую энергию душу кто-то верит в маму и папу на небесах я в это все не верю я один я полноценен я и мужчины и женщины все во мне мужчины и женщины если вы обратите внимание ничь если вы не предвзяты и спокойно здраво от всех заквасок отстранившись посмотрите мужчина женщины ничем не отличаются как это говорят детородными органами первичными признаками да это что все чувства которые присущие женщины присущие и мужчине они лишь имеют разную степень поэтому говорят мужчина больше вроде бы логично и думать но при этом и женщина есть и ученые и очень логически да казалось бы мужчина команду это господствует но при этом когда дали женщинам свободу мы видим что и сейчас прекрасно есть прекрасно видим что сейчас есть отличные руководители политики президенты до женщины там любые должности занимать или вплоть до самых высших канцлеров там в германии день королева в англии так далее да вот все это есть мы видим поэтому ничем не отличается женщины бывают очень жестокие мужчины бывают очень нежные любвеобильные так далее все это есть в каждом человеке все чувства набор чувств природа мужчины и женщины как человека она абсолютно одинаково это внешне временное отличие наши и некоторые возможности функциональные да те же самые продолжение рода рождение детей это лишь временно и причем этот опыт возможно мы подай по все души человеческие все люди познают если принять то что мы действительно в эту землю на эту землю не один раз приходим в эту жизнь да и переживаем и роль мужчины и роль женщины у нас получается мы все в равной степени одинаково вот поэтому я создан по образу чему и вы знаете если бы бог не приходил на землю воплоти то эти слова в первой главы первый глав книги бытие оставались бы до сего дня возможно аллегоричными но когда бог явно пришел на землю воплоти да я всегда говорю что я как раз именно благодаря иисусу богу явившимся в оплоти убедился в правдивости и не легоричности чем и и и и символичности чем наполнена аллегориями и символами первой главы книги бытие о сотворении неба и земли и всего что на них то я убедился что как раз уж чего уж чего а вот эти вот стихи о том что человек создан один человек создан по образу и подобию одного бога раз человек написано что человек создан по образу богов трепостнастного бога отца сына и святого духа и вот это там элохим боги слушайте вот мы уперлись в это а вот и надо подумать отстранен на кто нам сказал вот кто-то написал какой-то элохим боги упираются многие на этот стих и сказал боги сотворим слушайте вот я только верю лишь лишь то что кто-то это написал вообще элохим что кто-то в это элохим подразумевает множественное число я так не читаю и сотворил бог небо и земли не боги не не боги не отец и дух святой не бог мама и папа меня сотворили меня сотворил один единственный бог бог он один он абсолют он не множественное число он именно и сотворил меня и все вокруг потому что не хорошо быть бога одному потому что бог есть любовь а любви нужен объект обожания а любви и самой сущности природе бытия хочется и быть любимой поэтому бог нас любит богу нужны объекты обожания и богу нужна наша любовь и мы сотворены и все мироздание по его образу и подобию и мы в абсолютном благе бог не абсолютно был благ себе когда он был один сейчас вы понимаете с богословкой точки зрения стеретической конечно говорю бред да нельзя сказать что бог не был благ до створения мира но это так просто вопрос в том что не было времени когда не не существовало бытие может даже то что написано в начале сотворил уже было в начале как в начале начале было слово так оно было или только начало или где а где началу того что было уже всегда было все когда мы выходим за грань этого временного пространственного измерения поверьте мне все в нашей жизни встанет на полочке вот то о чем мы сейчас рассуждаем и на свои места поэтому в теории это лишь теория бог не не благ а благ только на половинку точнее бог вообще не был вложен даже неправильно выразился до сотворения мира из что мы опять берем пространственно-временное измерение и точку отчету который нам сказано в первом стихе первой главы книги бытия потому что бог был несчастным он просто был пустотой ему некого было любить и никто его не любил представляете бедный бог на самом деле вы понимаете что я шучу но в каждой шутке из доли шутки а все остальное правда поэтому конечно же бытие было всегда есть и будет вот и абсолютное счастье благо бытия это когда ты любишь любить надо что пустоту никто не любит ничто любить невозможно когда мы любим и любит нас и мы полу испытываем на себе чью-то любовь вот тогда вот это абсолютное счастье блаженство поэтому я ни в каких не мам не пап кто-то там верит не в богов не в сон богов я не верю до каких-то великих этих светлых богов или темных богов я не верю не в отца в сын и стол дух никакой святую троицу не в единую в нераздельную или раздельно трепостасную с тремя лицами с десятью лицами я ни во что в это не верю я верю единого бога иисуса христа почему именно бог иисус христос потому что я похож абсолютно не на него это не он пришел и стал похожим на меня как я бы сейчас стал похожим на свинью а я был сотворен по образу и подобию бога и придя на землю и будучи похожи на меня бог явившись во плоти на землю иисус христос лишь убедил меня в том что я действительно образ и подобие самого бога а значит я бог и его дитё и его творение как об этом тоже скажет иисус своем слове в учении когда будет говорить к своим детям вы боги и дети всевышнего силы вот в кого я верю вам не устраивает картиночка что иисус молодой пожалуйста да что он там на троне а кто ж на троне тогда где ж бог отец а в чем вам вот такая картиночка не подойдет не стар не молод такой молодостарец что вас не устраивает меня очень устраивает но опять же хотел бы я быть стариком вечности нет меня больше устроит молодость что такое отец и сын почему от даже иисус и дух святой почему даже иисус выражался надо же понять наконец-то я много раз вам это говорил бог является на землю и прокладывает нам путь детей поэтому он в образе сына это единый бог он для нас и родитель внутри которого отец и мать он один он для нас как он сам назвался и брат он для нас ну или сестра сходить с разными полами говорим не знаю стоит ли это и то говорить вы сами понимаете он для нас и друг и подруга он для нас и жених и муж бог конечно все для человека чего здесь сложно вот для меня ничего вы знаете я когда мне уже это явно господь открыл я к этому пришел я такой мир души обрел больше перестал как все кто про троицу и что-нибудь пытался вникнуть вот это лапшу людям бедным вешают кто молился этим там всем православными молитвами протестантскими вы когда только даже сами молитвы разделяете у вас уже начинается разделение и не вреди мне тем более себе это так я все это проходил я такой же как и вы а вы такие же как и я у тебя ощущение что ты молишься тревым богам как минимум отцу сыну святому духу знаете только когда я принял что бог есть один что бог иисус христос все осталось на свои места то что бог воплотился и показал мне путь дитя да отец нас воспитывает бог с небес управляет всем бытием есть такое понятие вам всем известно наверняка промысел божий да бог все знает это опять же антиномия непознаваемая будущего нет в теории потому что люди и все мироздание свободно в теории бог знает все это удивительные всем промышляет и все стыкуют все как надо все события в нашей жизни устраивать чтобы мы чему учились познанию истины эти в теории и на практике любви свободе и бессмертию соответствующим делам этому мировоззрение поэтому бог лишь явился воплоти вот и все проложил нам путь вы знаете недавно в интернете увидел хорошую картиночку больная обезьяна в какой-то ветклинике ну в какой-то как это назвать ну вы знаете паркете там какие-нибудь в ленте в африке да ну и видим может она поранена была ли браконьеры там ее ее выхаживали она не кушала ну болеет же как и мы все и вы знаете вот этот врач ветеринар зашел в эту клетку к этой обезьяне сел рядом и стал есть из подобной же миски вот эту вот еду естественно она глядя на него тоже стала кушать ну скажите мне вот этот врач зашедший в клетку к обезьяне он стал обезьяной нет это его вообще профессия сидеть в этой клетке есть в этой клетке есть то что есть обезьяна нет он показал ей пример как ей надо делать чтобы жить вот и все когда родители детям что-то показывают вот они еще маленькие он ему показывает как штанишки одевать берет и сам ведь дети все копируют один в один как делают их неделю детей первые годы вы все прекрасно лучше меня знаете котову кат того к у кого даже детей нет почему-то и надо чаще об эти примеры привожу мне кажется мне приводит те кого эти дети есть пока ничего слов не понимают три четыре пять лет их учат чем поведением потому что они все копируют как там этот период я не детский психолог и не писал этих книг но так что-то слышал что-то видела может быть из прошлых жизней знаю да вот ну и сам то я был ребенком как я всем говорю да мы естественно просто копируем своих детей своих учителей да вот но когда папа или мама что-то делают они же не становятся они лишь показывают как надо делать они остаются мамой и папой вот и все маме папе это уже не надо но он может взять его там шапочку и одеть делай так же он берет одевает иисус нам показывал как делал сыграл я пришел проложить вам пример следуйте за мной след след потом петр его ученик так и будет писать у нее это прям будет крылатой такой фразы его очень хорошим образом он два раза в своем маленьком послании первом послании будет приводить пример что мы должны сте идти по следам его по стопам его след след павел потом даже не который не видел иисуса не был прямым учеником точно также приводил это в пример сам иисус рингер что я пример для вас пример я путь истинный жизнь по которым мы идем но он первый идет следуй за мною всех призывал все время да он лишь нам показывает пример вот и все когда учитель любой возьмите любую профессию как мы показываем примером возьмите любой спорт акробатика учитель делает сальто хоп сальто назад делайте он лишь делает но он же не стал этим опять учеником что тут вот непонятного все мы будем в совершенном там возрасте я говорю когда мы туда попадем когда иисус будет нашим богом как в книге откровении прекрасно написано что он наш и светильник он будет на новой земле и на новой небе и и и светильником и светом да как все там написано вот и солнцем сам он будет как это вот объяснить какая разница как он как будет выглядеть так мы потом узнаем поэтому для меня все очень просто и понять бог один не будет никакого бога отца который я вечно не буду видеть которую никто никогда не видел чем все время нам описан иисус которую можно и видите трогать и щупать и слышать вот кто настоящий единственный бог дух святой тут еще все проще понятно бог проницает все во всем бог все сотворил все живет все им живет и движется сует как по город это энергия жизни дыхание жизни как хотите образов примеров дуновения жизни энергия вся это все что пронизывает все бытие есть бог тут сложно это не отдельно какой-то бог это все одно и то же это великий разум который есть иисус христос как его объять то но мы сейчас живем с вами хрют в этой коробочке в пространстве на временном измерении и все пытаемся через эту призму понять но об этих вещах сейчас ломать себе голову не стоит нам никогда не понять нам даже чувством не понять что такое вечность пока мы живем в пространстве на временном измерении вот я понимаю что завтра могу умереть что мне больно я не могу понять что такое бессмертие кстати вот завтра не умереть ты не умрешь никогда. Ну, как ты телом пережить это можешь? Ты можешь об этом говорить, ты почувствовать не можешь. Тебе неведомо это чувство. Ну, душа, кстати, наша знает, это понятно. Но пока мы одеты в это, и эта одежда настолько прилипла, прилипает, и обертывая Бог так придумал наше духовное тело, что они как одно целое. И почувствуй, представляете, вот ты не умрешь никогда. Тебе не надо никуда спешить, тебе не надо ничего зарабатывать, тебе не надо кусок хлеба, ты можешь вообще без еды жить. Представьте, вечность. Тело нетленное, бессмертное, нескончаемое, нету времени, не надо никуда спешить. Представьте на секунду этот рай, только это уже рай. Никуда не спешить, ничего не рвать, не метать. Все, можешь просто сесть и посидеть сколько тебе угодно. Ничего не случится, ты ни на секунду не постареешь, ничего с тобой не станет, ты не проголодаешься, ты вкушаешь пищу, как и в раю, только для удовольствия, не для того, чтобы иметь жизнь, да? Потому что жизнь вечно дана тебе априори. Мы пока этого представить всего не можем. Поэтому я еще раз вам говорю, я лично ни в какого, троицу не верю, ни в четверицу, ни в пятерицу, ни в двоицу, ни в папу и маму. Я верю в единого Бога, Иисуса Христа, который был, есть и грядет, и будет во веки веков. Вот я в какого единого Бога верю. Что тут я еще? По поводу воспитания. Да я, в принципе, все вам сказал. Даже не знаю, что. Вы знаете, жизнь со временем у настоящего человека, познавшего истину, она сводится к такой простоте и такому счастью, миру и блаженству, что его даже передать тяжело. Мне надо уже, иногда хочется много вам сказать. Мне даже удивительно, что мои ролики такие короткие. Я не знаю, что говорить о троице. Кому оно вообще нужны все эти богословия? Я не хочу разбирать никакие учения. Я все это прошел и все это выкинул как ненужное. Ненужное вообще. Опытом это к жизни никак не приживается. Вообще никак. Вы скажете, ну Иисус уже дал молитву, Отче наш. Ну, я говорю, внутренне, чувственно, конечно, ты всегда будешь понимать, что Бог твой родитель, что Иисус Христос, Он тебе и Отец. Это, знаете, то же самое, как старшие братья и сестры заменяют там осиротевшим детям родителей. Потому что они их кормят, поют, воспитывают, заботятся о них. Они становятся старший брат для младшего, те, кто потеряли родители, становятся отцом и матерью. Или старшая сестра, или старший брат и сестра там в какой-нибудь многодетной семье. Становятся для них и мамой, и папой. Хотя они их не рожали. Что тут такого? Поэтому, конечно же, образ символ отца, это символ начала, это символ творца, символ родителей. Начало, отец, семени, которое дано было. Конечно же, когда Бог явился на земле, Он был в ипостасе, в образе вот этого дитя, которое должно жить с Богом, не быть блудными детьми. Ну, а Дух Святой, это что? Дух Святой, это истина, это любовь. Это весь невидимый мир. Видимый, невидимый. Но так как бытие спиральное, оно как начинается с невидимого отца, проходит видимую область и заканчивается опять невидимой. Духом Святым. Вот и все. Все это суть одно. Суть одно. Делить это все, я говорю. Я создан по образу и подобию Иисуса Христа. Когда Он пришел, я убедился, что я Бог и Дитё Всевышнего, то потому, что я такой же, как Он. И оказывается, первые книги бытия не врут. Оказывается, когда Он пришел, Он не пришел какой-то не такой, Он был точно такой же, один в один. И это не я его отчеловечиваю. Я не верю в какого-то Бога-человека, Иисуса Христа. Хоть я его так тоже называю, понимаете, да? Ну, потому что человек – это не отдельная какая-то природа. Я говорю, хоть в Писании есть эти слова, это лишь слова, они временные. Приходит время, когда ты их перерастаешь. Потому что вот именно, казалось, Бог создал человека. Но вот именно Псалтырь, автор Псалма некого, говорит, «Вы боги, дети Всевышнего» Иисуса, цитирует это Псалом. Мы и человеки, но мы и боги. Нас, в принципе, можно прямо богами называть. Не просто человек. То есть Бог и человек – это одно и то же. По сути, ты сказал человек, ты сказал Бог. Поэтому, когда мы Иисуса Христа называем Богом, мы его не как язычники, там, очеловечивым опускаем с небес на землю, да, влагаем какой-то бред. Нет, потому что это настоящий Бог. Именно потому, что мы точно такие же, как он. И похожи мы именно на него. Мы боги. А если мы боги, то уж он тем более бог. По делам его мы знаем. Вот так вот. Вот во что я верю. Что проповедую. Все эти троицы, подтроицы, четверицы, мамы, папы. По творению я тоже говорил. Внимательно прочитайте первую главу. Бог творит человека. Человека. Ни мужчину, ни женщину. Там нигде не сказано даже в переводах, что мужчину, человека. И разделяет его. И не вот так иерархично, а вот так вот. Мужчину и женщину. Они одинаковые. Они равные. Ни у кого, ни над кем. Никакого превосходства нет. Они одинаковые. Мужчина, она или женщина, они не становятся от этого выше или ниже друг друга. Бог одного человека разделяет на двух. Так скажем. Но кто знает, как происходит деление клеток, даже я. Помню биологию. Одна клетка, когда делится, вторая становится точно такая же, как эта. Она ничего не теряет. Точно такая же. Абсолютно. Вот так вот. На этом у меня все. Не знаю, что вам еще сказать. Пожелать могу только. Познание истины, которое сделает вас свободными и счастливыми. У меня на этом все. Пока-пока. До встречи в следующих роликах. До встречи в следующих роликах. Субтитры создает ничего. Поехали. Редактор субтитров, кто проверен на types de помощь.